Друзья, всем привет! Мы с Андреем сегодня находимся на Васильевском острове. У нас квартира 120 метров. И давайте посмотрим, что за эти несколько месяцев здесь преобразилось. Андрей, расскажи, что здесь происходит. Наши зрители увидят фотографии, что здесь было до, с чем мы столкнулись на этой квартире, что мы сделали за это время. Да, привет! Мы всё сломали. И обнаружили несколько сюрпризов. Поподробнее. Сняли всю штукатурку, демонтировали все перегородки, демонтировали потолок, штукатурку, осталась только дранка. Разобрали полностью весь пол. Конечно, к соседям мы не сходим. Андрей, сразу буду задавать попутные вопросы. То, что мы отбили штукатурку, убрали все перегородки. Здесь у нас было 5 комнат. Сейчас здесь open space такой строительный. Инфекундный. Осталось. Осталось, да. Смотрите, на полу я вижу реальные рельсы. Да. Шпалы, рельсы. Что это такое? Расскажи, пожалуйста. Мы вскрыли пол и обнаружили, что у нас пришел в негодность весь пол. Ну, то есть основная несущая составляющая пола просто порогнила. Здесь были металлические перекрытия, верно? Металлические двутавры. Двутавры. Это дом 910 года на минуточку постройки. Да, это все прогнило, вышло из строя. И мы обратились в архитектурное бюро для того, чтобы нам рассчитали новый пол. Новый проект. Да, нам четко выдали проект. И мы по нему сейчас как раз делаем вот эти полы. Вот, Андрей, такой интересный момент. Здесь квартира большая, 120 метров. Сколько может стоить приблизительно проект усиления пола? Мы сейчас берем только один пол, верно? Да. Плюс-минус. Смотрите, чтобы поменять, так скажем, несущую составляющую только пола, это надо сделать архитектурный проект. Это купить материалы необходимые. Вот, мы сейчас про проект, давай кусочками просто людям расскажем. Насколько я помню, прораб, который ведет этот объект, рассказывал нам сегодня около 100 тысяч, да? Стоит сам проект заказать в архитектурном бюро усиление пола на квартиру в старом фонде. Ну, здесь большой метраж, но чем меньше метраж, там не сильно большая разница в цене. Далее, здесь еще закладывается следующая стоимость, это демонтаж, верно? Демонтаж, можно сейчас учесть, чтобы было понятно, но если говорить про пол, то, собственно, демонтаж всего у меня цифра есть. А если касаемо пола, то монтаж новых, вот этих рельс, да, архитектурный проект и материал порядка миллиона. Миллион, миллион, друзья, 120 метров квартиры, еще раз повторюсь, это просто подготовить квартиру к дальнейшей работе. И сейчас все, что происходит здесь, мы даже еще не вышли как бы в ноль. То есть, когда вы покупаете квартиру в новостройке, да, это такой ноль, после которого начинают идти ремонтные работы по нарастающей. То есть, в старом фонде для того, чтобы начать ремонтные работы, мы должны из минуса выйти в ноль. То есть, мы должны удалить все старые материалы, мы должны заказать необходимые проекты на усиление, если они требуются. А сейчас они требуются, на самом деле, все чаще, потому что время-то идет, дома бетшают, всех этих историй никто не отменял. Туда же, допустим, дизайнерский проект, это тоже деньги, это тоже время. И в старом фонде без проектов работать колоссально сложно. И сложно и заказчикам, и мастерам. Ну, порой и невозможно. И невозможно. Экономия, вообще ее нет. Если человек в старом фонде хочет такой, я, пожалуй, сэкономлю на дизайн-проекте, не буду его делать, вы не сэкономите это 100%. Лучше все делать по закону, так скажем. С одной стороны, по закону городскому, что касается построек, а с другой стороны, по закону строительному и дизайнерскому, просто как иметь сборку, инструкцию вашего ремонта в целом. Ну, знаете, по-простому скажу, это не передвинуть диван потом. То есть, если где-то ошибиться в перегородках, придется сломать всю перегородку и заново строить. Это минус 50 тысяч, например. Только так быстро очень теряется. Потом еще раз 50 тысяч, потому что не продумали. И у вас в итоге этот дизайн-проект окупится потом с Торицей, если его сделать. И так, просто мы хотим людям, которые планируют свой ремонт в старом фонде, этим видео немножко приценить вас и понять, чтобы вы поняли, в какие деньги встает вообще подготовка к ремонту. Только подготовка. Только подготовка к ремонту. У нас вот вся вот эта история заняла уже где-то около полугода, потому что проект архитектурный готовился тоже какое-то время. Его не заказывали заранее. То есть, мы начали демонтаж. Не знали, с чем мы столкнемся в старом фонде. Просто раскрыли, вскрыли пол и столкнулись вот с такой вот ситуацией. Здесь у нас дальше вот эта ниша, которую вы видите с окном. Эта зона санузла, там вообще просто беда с перекрытиями. Там доски, металл, всё прогнило. Всё прогнило. То есть, если не заказать такой проект, если не подумать про эти усиления, можно просто провалиться. Но это уже безопасность жизни. Провалиться, реально провалиться. Такие случаи были к соседям вниз или на вас кто-то свалится. В данной ситуации мы будем усиливать верхнюю часть. То есть, это у нас потолок, а с другой стороны соседи, получается, пол. С нашей стороны мы усиливаем пол, тем самым усиливаем потолок к соседям снизу. То есть, это такая работа, которая касается не единственной квартиры. И старый фонд, он такой, что если ты срезаешь радиатор отопления, то, извините, долбануть может вообще абсолютно в рандомной квартире. Это даже может быть не соседняя ваша квартира. От вибрации вот эти все вещи могут просто лететь. Ну да, надо быть внимательным в старом фонде особенно. И ещё хотелось бы отметить, что когда вы планируете свой ремонт в старом фонде, и вы выбираете подрядчиков, кто будет трудиться на вашем объекте, обязательно выбирайте компанию, которая имеет уже опыт работы со старыми фондами. И у вас должна быть возможность убедиться наверняка в том, что эти специалисты, они умеют работать. Эти прорабы, которые будут вести ваш объект, они уже сталкивались и знают эти подводные камни, все эти штуки, потому что просто прораб, который хорошо делает ремонт в новостройке, это вообще не равно, что он хорошо сделает ремонт в старом фонде, потому что там вообще другая специфика абсолютно. Много нюансов, которые неизвестны при строительных работах. И только опытным путём, только вот наработкой, когда ты всё это... Даже взаимодействие с соседями, это особенная специфика работы в старом фонде. А представьте, это нужно находить коммуникации. Конечно. И тут мы можем что сказать, что компания РСМ берёт на себя все коммуникации с соседями ТСЖ, какими-то подведомственными структурами. Мы можем помочь вам заказать архитектурный проект, более того, проверить этот проект на качество его исполнения. То есть это такая важная, сложная работа, и вы должны быть осознанными заказчиками и не гнаться за какими-то цифрами, пытающимися иногда сэкономить где-то, но понимать, что если уж вы задумали ремонт в старом фонде, ребят, ну это дорого, это дорого сразу. Ну там уже экономить смысла нет каких-то... Даже нельзя. Ну да, нельзя. Нет смысла, нельзя. Потому что эти экономства потом могут... Типа залейте мне, что я часто слышу, залейте мне просто стяжку, что вам так сложно что ли? Мы же облегчили квартиру, убрав старые перегородки, разве нельзя просто залить? Нельзя. Это мы провалимся к соседям однозначно. Не надо так рисковать. На грузке же есть на каждый метр. Конечно. Они просчитываются прям суперспециалистами, которые только это и делают. Вот как мы со старым фондом знакомы, так они знакомы с расчетами, с которыми мы к ним обращаемся, и они нам все рассчитывают. А потом специфика домов вообще. Конечно. То есть есть старый фонд, есть очень старый фонд. А есть старичка. Есть суперстарый фонд. Разные плиты перекрытия, пустотки, покрышки. Да, люди обращаются. Но вы же вот так вот делали, вот на том там объекте, да, кто-то бывал в гостях. Так нельзя. Но это разница большая. Это не равно вот эти даже дома, которые одни могут быть год постройки совпадать, да, или там тоже стайлинг. Но погодные условия, разные расположения, разный износ вот этих материалов. Расчеты делаются прям. Берется пробы всякие, материалы, и потом только дают на заключение проект. Андрей, а скажи, пожалуйста, что здесь будет с потолком делаться дальше? Ну, мы сделаем так, чтобы он не сыпался. Несколько вариантов есть. Можно гипсокартон подшить, это более надежно, и тогда точно ничего не осыпется. Можно мембрану, ну, этот материал неткамный, который можно закрепить. Закрепить, да, на потолке он будет сдерживать то, что может еще осыпаться пыль, может какие-то оставшиеся куски штукатурки. Ну, собственно, для того, чтобы на натяжной потолок это все не падало. Потому что когда это падает, потом это просвечивает, и видно все пыль на потолке. Я поняла. Андрей, спасибо за эту экскурсию небольшую. Я надеюсь, что нашим зрителям стало немножко понятнее, я еще раз резюмирую. У нас пол здесь встал на квартире 120 метров в миллион рублей. Вот усиление пола, проект, материалы, работа с полом. И вывоз мусора, и работа с демонтажом встала в 650 тысяч рублей. Если у вас есть вопросы по старому фонду, если у вас впереди, возможно, маячит эта история с ремонта квартиры, Андрей Макиенко, наш главный инженер, есть отдельное время, в которое Андрей консультирует наших клиентов или не клиентов. То есть мы проводим большие консультации с людьми, даже из других городов, которые никогда, возможно, у нас не купят ремонт. И слава богу, мы просто рады вам помочь, мы рады вас проконсультировать, мы рады помочь вам сделать правильные шаги в этом непростом движении, в ремонте квартиры. Если вам нужны наши знания, если это актуально для вас, пожалуйста, пишите в комментариях, оставляйте свои запросы. Андрей Александрович найдет для вас время. Да, у нас есть несколько часов на неделе, когда Андрей занимается как раз консультированием по старому фонду. Вам спасибо за ваше внимание. Будем на связи. Еще вернемся на этот объект. Я напомню, это Васильевский остров, 16-я линия. Будем наблюдать за этим объектом, как здесь все преображается. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok